Этот актёр был в кадре меньше минуты и навсегда запомнился зрителям фильма «Бриллиантовая рука» своей колоритной внешностью, необычной для советского времени и знаменитой фразой «Папаша, огоньку не найдётся?». Эту роль сыграл советский журналист Леонид Плешаков, знаменитый по своим интервью в журналах «Огонёк» и «Смена». Леонид родился в 1932 году, после школы поступил на филологический факультет, а после его окончания занялся журналистикой. Леонид хотел заниматься жанром, который не был популярен в советской журналистике, интервью, и можно сказать, что здесь он был первопроходцем и сравнивал интервью с хождением по минному полю. Привлечь к себе внимание собеседника, из которого нужно было вытянуть интересные ответы, помогала внешность Плешакова. Рост 1 метр 90 сантиметров, косая сажень в плечах, большая борода. Сам Плешаков так говорил по этому поводу. Часто замечаю, что при встрече с человеком, которого предстоит интервьюировать, мои габариты не остаются без внимания. Говорю об этом без бахвальства, потому что моей заслуги здесь нет. На съемочную площадку фильма «Бриллиантовая рука» Плешаков приехал, чтобы взять интервью у Юрия Никулина и сразу же был замечен режиссером Гайдаем, который профессиональным чутьем понял, какой это прекрасный типаж, и тут же предложил ему сыграть типа, который просит прикурить у Никулина, и в итоге пугает его одним своим видом. После этого эпизода Плешаков снялся еще в 14 фильмах. Режиссеры с удовольствием приглашали его сняться в эпизодах и ролях второго плана. Плешаков соглашался в том числе и потому, что на съемках он встречался с интересными людьми, у которых можно было взять интервью. Леонид Плешаков ушел из жизни в 2004 году и был похоронен в Москве на Останкинском кладбище. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok